Самарцы в выборах принимают самые активные участия. Глава города Елена Лапушкина проголосовала в советском районе на избирательном участке в школе номер 69. Она призвала самарцев не обращать внимания на снегопад и исполнить свой гражданский долг. Также глава Самары напомнила, сегодня проходит голосование за благоустройство территорий по проекту «Комфортная городская среда». Каждый человек может выбрать двор или улицу, которые, по его мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. В 29-й школе Октябрьского района Самары галочку-билетня поставил председатель городской думы Алексей Дегтев. По его словам, он никогда не пропускает выборы и очень ответственно относится к выражению своей гражданской позиции. В рамках наших русских традиций начинать хорошее дело в непогоду, в дождь, в снег – это знаково. И думаю, что вот как раз и вот этот снежок, метель, как раз он и знаменует для нашего государства, что это и богоугодное мероприятие, и прекрасная погода, отличная температура. Что пожелаю? Сначала, конечно, прийти, проголосовать, а затем спланировать свой день. С самого утра голосуют известные самарские спортсмены. Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев заполнил бюллетень на избирательном участке в МТЛ-арена. Выборы, особенно президентские, для него и его друзей всегда праздник. Мы списываемся со всеми, уже скидывают друзья фотографии, кто уже успел проголосовать. Олег Саитов, наш земляк, который сейчас на Сахалине, он самым первым из нас уже проголосовал, уже скидывал фотографии. Поэтому никто не остается в стороне, и спортсмены тоже все активно голосуют. Ломать стереотипы призвал на избирательном участке председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Сегодня граждане выбирают свое будущее и будущее своей страны. И оставаться в стороне, значит бояться ответственности. У нас, к сожалению, достаточно распространено такое мнение, что выборут без меня. Особенно это характерно для молодежи в определенной степени, ну и достаточно для зарелых людей. И это принципиально важно, что мы должны менять эти стереотипы.